Немало религиозных людей, которые своими устами, своими словами Бога прославляют. Сердцем же они далеки от Него. И, конечно, возникает вопрос, а как вот, как мы говорили, иметь правильное основание не религию болтовни, не религию уст, красивых слов, звучных проповедей, а настоящую религию, религию сердца, религию, где вот все, как это должно быть. Как же вот поклоняться Богу, как приходить к Богу сердцем своим? Как вы думаете, а? Вот не только устами, а вот сердцем. Когда об этом думаешь и сразу же вспоминаешь фарисеев, которые окружали Иисуса Христа, то невольно напрашивается ответ. Приближаться к Богу сердцем, значит, искренне говорить. Правда же? Искренне. Искренне молиться, искренне говорить. Вот если как бы мы думаем, если искренне, то все правильно от всего сердца. Знаете, я впервые оказался на юге, когда мне было пять лет. Впервые мои родители взяли меня в отпуск. Мы поехали всей семьей на Черное море. И, ну, времена 70-е годы, времена советские. И они арендовали в каком-то доме комнаты, и мы там жили, в частном секторе. И у хозяйки, у которой мы арендовали жилье, была кошка, которая недавно окатилась. И у нее родилось два котенка. Черненький и беленький. Черненький был довольно шустроват. Но беленький – это просто был настоящий метеор. И вы представьте себе, что я пятилетний мальчик, а ребята и котята очень любят, ну, по крайней мере, ребята и котят точно любят, да? Я, конечно же, хотел взять на руки это пушистое, тепленькое существо, прижать его, и все. Но, к сожалению, пятилетнему ребенку непросто было догнать этих озорных, веселых котят. И черненького я, ну, периодически ловил. Но беленького я, наверное, все время отпуска держал в руках пару раз. Потому что он был такой шустрый, и он, завидев меня, так бежал. Но я пару раз все-таки хватал его. И вот, вы знаете, я вам скажу, для меня было приятно держать черненького котенка. Но это было несравнимо с тем, когда я держал беленького котенка. Потому что для меня с того времени вот белый котенок – это какая-то постоянно ускользающая мечта, вот, на которую надо просто бежать, надо хватать вот этот беленький котеночек, вот образ беленького котенка. Не так давно наша дочь переехала в другой город жить, в Петербург. И перед тем, как она переехала, она взяла котенка одного, вот, его собирались утопить, она его спасла, принесла домой, он вырос. И вот она уезжает и говорит, что же мне делать с котом моим? Вот. Ну, делать нечего, оказался он в доме у родителей. Вот. То есть у нас с Дианой. И вот, я даже несколько фотографий принес. Это белый-белый-белый кот, да? Ну, его как бы дочь назвала Кай, хотя я его называю Беляш. Вот он, видите, такой беляш и беляш. Вот такой беляш. И знаете, когда я иногда на него смотрю, такое ощущение, что мечта из детства вернулась ко мне. В виде этого беляша. Мечта оказалась не совсем такой, как я ожидал. Вот. Вот. И если в детстве я бегал за мечтой, чтобы схватить ее, теперь каждое утро мечта несется ко мне, чтобы просто-напросто я покормил. И вот вы знаете, до этого у нас с супругой были собаки. И честно сказать вам, уважаемые кошатники, собаки я люблю больше. Вот. Это, можно сказать, первый такой кот серьезный в нашей жизни. И вот вы знаете, как каждое утро он прибегает ко мне. И он начинает так тереться мои ноги. Он начинает так выразительно на меня снизу смотреть. С неморгающими глазами. Типа, ну что? Ну, ну когда? Ну, когда? Причем, знаете, что интересно? Когда он только у нас оказался, то он вначале ночевал рядом с моей супругой. Ну, потому что у него до этого была хозяйка как-то. Сейчас хозяйка как-то к женщинам. Он вначале как-то больше был расположен, ночевал у нее. Но потом он быстро смекнул, что раньше встает не она, а кто-то другой. И моментально он сменил ночную локацию. И теперь он спит там, где я нахожусь. И только ты вот утром что-то пошевелишься носом, как-то так вот. И он уже тут, он уже тут, он уже мяу, мяу. И глаза такие влюбленные. И вот идешь, и он, пока вот идешь из комнаты в кухню, он прямо тебе вот все ноги, вот прямо вот так вот, и вот так вот, и спинкой, и хвостиком, и всяко, и всяко, и всяко. И вот он уже подходит к холодильнику, и ты открываешь его. Он уже когда, когда, когда? Ну, как, когда? Вы бы видели, какая искренность? Вы бы видели, какая вера? Как он не сводит меня своих очей. Как он просто вот, он все готов, только накормите его, да? И вот он вот так вот, и всяко, и всяко. Потом ты его накормишь, и в течение дня он не интересуется тобой вообще. Вот ему параллельно твоя... Некоторые говорят, что вот когда бывает болеешь, моя киска приходит ложиться. Я две недели болел. Он только смекнул, что по утрам теперь лучше ночевать в другом месте, потому что помощь придет скорее с другого, с другой комнаты к нему, понимаете, да? Он туда ушел, да? Ну, потом сейчас опять у меня уже. Вот, и как он искренний, как вот он, как вот... Но в остальное время вообще с ним, его ничего не интересует, его никак не... Вот, если он прибежит к тебе и мяучит, значит, что-то надо. Или покушать ему надо, или у него водичка кончилась, или ему на улицу надо. Откройте комнату. То есть, вот, ну, как бы так прийти, что я тебя люблю, не бывает. То есть, у него всегда есть миссия. Всегда есть четкая миссия в его... И вот, когда я смотрю на это, я думаю, вот и мы порой такие же с Господом, да? Вот мы всяко вот... Такие искренни, от всего сердца прям молимся. И нам кажется, нам серьезно кажется, что если мы молимся искренне и от всего сердца, значит, мы к Богу приближаемся к сердцу. Ага. Я видел этого приближающегося искренне всем сердцем. По барабану я ему вообще. И как бы нам есть с чем сравнить. У нас до этого была собака, немецкая овчарка. Можно показать тоже? Приятную картинку включите. Приятную картинку с овчаркой. Вот, вот, вот это хорошая картинка. Ее звали Лорена, собака у нас была. Вот, понимаете, вот это совсем другое. Когда ты приходил домой, она могла миску с едой перевернуть. Так радовалась, что ты наконец явился. Она была рада всему, всему. Что мы будем делать? Наконец-то я вижу тебя. Наконец-то. Она сшибала там все вокруг, стулья. Она была просто безумно счастлива. Мы будем играть в мячик дома. Какой же, как же это здорово. Нет, не будем. Пойдем во двор. Еще лучше во двор пойдем. Поедем на машину гулять в лес. Это фантастика. Я мечтал об этом. Что бы ты ни сделал, она была счастлива, она была рада. И просто готова была. Знаете, вот сразу вспоминается история, как рассуждает кот и как рассуждает пес. Пес смотрит и думает, он кормит меня, он дает мне кров, он заботится, наверное, он бог. И кот тоже. Он кормит меня, он дает мне кров, заботится, наверное, я бог. Вот типичная вот эта история с этими котами. И поэтому, знаете, когда сталкиваешься с какими-то такими трогательными историями, как, например, знаменитая история, которая была много раз экранизирована, произошла в 20 веке, когда у профессора Токийского университета ему подарили собаку, которую он назвал Хатико. Думаю, знаете эту историю, да? И Хатико вырос в доме у профессора, и каждый день он провожал профессора на вот эту железнодорожную станцию Сибуя. И потом, когда профессор возвращался, Хатико встречал у профессора и каждый день он провожал его на работу и встречал его с работы. Провожал на работу и встречал с работы. Однажды у профессора случился инсульт. К сожалению, врачи не смогли помочь. И профессор уже больше никогда не приехал на станцию Сибуя. И Хатико продолжал каждый день ходить на станцию. Ночевал он около крылечка у дома профессора, хотя его пытались взять друзья профессора, его пытались взять родственники профессора, но он не хотел. Он ходил на станцию каждый день на протяжении 9 лет. И через 9 лет труп Хатико нашли недалеко от станции. Сегодня на станции Сибуя даже есть скульптура, видите, с Хатико там любят встречаться влюбленные, считается, что вот эта скульптура как бы символ любви и верности. И понятно, что это очень, конечно, яркая история, но это далеко не единственная история. Не так давно, в прошлом году, ученый Алексей Горинов за свое антивоенное высказывание получил 7 лет, 7 лет заключения. Это, конечно, страшно, когда люди порой за убийства получают меньше, чем кто-то получил за слова. Но дело не в этом. Я хотел бы не про Горинова рассказать, а про собаку, которую ученый подобрал на улице. Обрычная дворняжка. Ее назвали Чукабра. Чупакабра. И ее просто звали Чупа. Я вот хотел бы вам прочитать отрывок из письма ученого, что он написал уже из заключения. «Самое печальное, что я собаку не увижу. Не доживет она до моего освобождения. Она старая, очень ко мне привязана. Я ее на улице подобрал, беспородная, бездомная. Психика у нее тонкая. Как жаль, что на свидание нельзя собаку. Хотел бы увидеть ее напоследок». И вы знаете, Чупакабра, когда посадили ее хозяина, она перестала почти есть. Ее здоровье стало резко ухудшаться. Она отказывалась от еды, она отказывалась от других людей. И она вот этой весной умерла. Это примерно спустя год, после того, как рассталась с хозяином. Умерла от горя и одиночества, не подпуская к себе других людей. Вы знаете, таких историй довольно много. И я вам честно скажу, при всем уважении к кошатникам, я не могу себе представить подобную историю о котах. Кот, он как-то себе всегда на уме. Кот, вот представь себе, кот так голодал из-за любви к своему хозяину. Мне трудно представить. Легче представить, что из-за голода кот съел своего хозяина. Вот это можно представить. К чему я говорю? Да к тому, что приближаться к Богу, к сердцам, это не значит искренне. Конечно, искренность важна. Но если мы просто искренни, мы бываем такими искренними в своей глупости, мы бываем такими искренними в своей наглости, в своей жадности, в своей алчности. Такими искренними мы бываем в этом состоянии. Поэтому, когда мы говорим приближаться к Богу к сердцам, это не просто искренне что-то просить. Это намного что-то большее. Когда ты словно так любишь другого, что он и происходящее в его жизни для тебя важнее, важнее, чем ты сам. Чем ты сам. Радуешься всему, как вот наша собака Лора. Она рада была всему. На улицу здорово, дома будем играть здорово, поедем в лес здорово, на речку здорово, да хоть куда, лишь бы с тобой. Это не просто что-то вот ей хотелось от нас. Как я говорил, она иногда могла миску с едой прокидывать, так радовалась, когда нас видела. Это намного большее, намного большее, когда ты не просто искренне, а твое сердце с тем, кому ты приближаешься. С ним находится сердце. Вот, дорогие, только такое основание надежное. Только это основание надежное. Субтитры создавал DimaTorzok